Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу сегодня российский комик, резидент комедии «Клаб» и видеоблогер Илья Соболев. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, и добрый вечер. День, утро. Да. Телефон прямого эфира в нашей студии 612-193-9 и 612-13-193-9. Также подключайте, задавайте вопросы нашему гостю. Сегодня, Илья, вы в Ютубе. И многие отмечают, что Ютуб – это такая территория свободы или, может быть, островок свободы для многих. Есть ли у вас какие-то, все-таки, несмотря на то, что Ютуб – это свобода, внутренние цензоры, что ли, может быть, какие-то моральные, вот внутренняя моральная линия, через которую вы не переступите на этой площадке? Ну, конечно, наверное, есть какая-то. Ну, какая? Вы задумывались об этом? Я еще ее особо не нащупал. Наверняка есть. Где-то она есть. Вот эти красные линии, о которых говорят в юморе, они должны быть, потому что можно вспомнить пример «Шарлейбдо», журнал, который, в общем-то, показал, что можно шутить обо всем. Это иногда дорого обходится. В частности, мы знаем о теракте, который был в редакции. Но, тем не менее, они считают, что шутить можно обо всем. Вот у вас есть, не знаю, задумались о том, что есть какие-то темы, на которые вы не готовы будете шутить? Ну, на самом деле, тут же такая ситуация, что последствия от шуток в последнее время идут только от религиозных всех разных историй. То есть обычные люди как будто бы не обижаются на это, знаете, на шутки. То есть ты можешь обидеться на шутку и принять за идиота того, кто пошутил, условно говоря, и тебе станет легче. Люди же с какими-то убеждениями, которые эти убеждения ставят во главу своей жизненной позиции, это же они обижаются. Шарли, это же не просто забежали туда люди, это были же фанатики. Поэтому, как бы, тут проблема, наверное, не в юморе, а в том, что многие люди стали очень радикально решать проблемы, которые им, кажется, не совпадают с их какой-то жизненной позицией. Вот в этом проблема, а не в юморе. У нас больше как бы люди в башке своей запутались. То есть здесь не в юморе дело. Но ведь не точно религиозные бывают причины. Например, можно вспомнить эту историю, когда Саша Долгополов, после того, как получил угрозы, после шуток про поселок Зербышки, вы как раз, тогда он написал заявление в полицию, и вы также написали обращение, записали такое, к стендап-сообществу. Можно сказать, в этом обращении вы призвали его извиниться. А я не считаю об этом ничего плохого. То есть, смотрите, можно пошутить как-то неудачно, ну или удачно, напротив, и вызвать обиду в ком-то. Ну, мы же все понимаем. Как правило, обижаются люди, которые до конца не разбираются. Они ограничены достаточно какими-то своими или убеждениями, да, или какими-то там книжками, которые они начитались. Или просто в рамках своего какого-то, какой-то своей обиды на этот мир, да. Ну, человек живет в дербышках, да. Значит, я не знаю, что это за место, честно сказать. Но если я пошучу про дербышки, и кто-то оттуда обидится, начнет мне угрожать, я скажу, чувак, ну ладно, извини. Я понимаю, что мое не извини и моя позиция может просто вызвать в этом человеке, ну, достаточно, мне кажется, не очень далеком, гораздо большую агрессию, чем я хотел добиться юмора от этой шутки. Поэтому, взвешивая за и против, я считаю, что, ну, окей, давай извинимся. Но когда ты извинишься, все же будет то же самое, но только вот этот вот балбес, который как бы обиделся, он как бы таким им и останется. А ты просто, ну, не будешь вот этим, знаете, дерущимся непонятно с кем человеком. Все же понятно, это же не Саша плохой в этой ситуации, а тот, кто обиделся на совсем не обидную шутку. Ну, вам не кажется, что извиняясь, тем самым комик ограничивает свободу юмора, значимость какую-то юмора? Вы так не думаете? Я не думаю. Ведь ничего не изменилось в том, что, сейчас скажу, например, мы же просто убеждаемся в моменте, что некоторые люди и некоторые движения, да, некоторые там сообщества, они просто, они же такими и останутся. Извинишься ты или не извинишься ты за эту шутку, тут же дело личной безопасности. Ну, то есть, зачем мне, чем мне рисковать? Просто, я же, сейчас объясню. Шутка, мы все шутим только для того, чтобы повеселить людей. Это только ради веселья. Если мы говорим про шутку. И когда человек обижается на шутку, рубиться за эту шутку, я не вижу смысла. Шуток можно придумать 10 в эти три часа спора с этим идиотом. Но, если, как бы, ты что-то имеешь в виду другое, то есть, тут же дело не в шутке тогда, то есть, как бы, тогда, да, ты можешь настаивать на этом, если твоя позиция гражданская, там, какая-то еще, есть люди, которые это ставят во главу, там, своего угла, своей жизни, да, своих каких-то взглядов. Это другое дело, то есть, тут дело не в шутках. То, что Comedy Woman пришлось извиняться, вернее, не Comedy Woman, а руководство телеканала ТНТ пришлось извиняться за шутку про девушку из Мгушетии, вот, как вы это, не считаете ли вы это ограничением в таком случае? Ну, можно сказать, такие, вы же понимаете, это же эти люди, которые заставят обижаться, они такими и останутся, вот они вот такие и есть. Ну, окей, все так и живут. Есть, значит, в странах в Африке люди, которые костью продырявят себе нос, да, там, или, там, с голыми сиськами ходят, там, в течение, там, всей своей жизни. Ну, окей, они вот такие, ну, наверняка они тоже обижаются на что-то, как человек приходит к ним и начинает, значит, айфоном светить ночью. Они такие, это что такое, типа, это вообще нарушение нашей жизни, извиняйся за айфон. Вполне возможно, не исключаешь, что такое может быть. Ну, вот в Куларах, когда мне приходилось общаться с рядом российских артистов, они говорили о том, что стараются не упоминать имя Рамзана Кадырова, потому что могут быть проблемы. Есть такие персонажи сейчас в российской политической действительности, о которых не стоит шутить, или, по крайней мере, не стоит шутить без предварительного согласования? Ну, наверное, есть. Конечно, есть. Потому что, вы же знаете, что они есть. Так, 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 так устроена некоторая система вот в этих, я говорил об этом в каком-то шоу, я был в писке у ребят, здесь просто про страх, не про что-то другое. Вы боитесь сегодня шутить о политике? О политиках? Я пока не умею так шутить про политику и про политиков, чтобы это было, чтобы за это можно было, там, типа, знаете, чем-то рисковать. Я шучу про писки, про жопы, про секс. Я этом умею, это людей веселит. Ну, вот как раз говорят о том, что юмор ниже пояса – это самая такая простая форма что-то сделать смешным, но при этом она остается пошлой. Вот как вы считаете, насколько справедливы такие упреки и не разделяете ли вы эту точку зрения? Я не разделяю, мне кажется, что так же просто шутить про отношения. Ну, то есть люди шутят про отношения. Кто-то, у каждого комика есть своя какая-то энергия, которую он хочет куда-то направить. Вот я вот шучу про это, мне это веселит. Все, я вот, ну, меня можно назвать вот таким вот комиком. Есть люди, которые шутят только про отношения внутри своей семьи. Кто-то шутит про, пытается шутить там про систему, там, про политику и так далее. Ну, то есть разные комики, каждому проще в своей сфере. Я не могу шлить про науку, я не особо там понимаю что-то. Сто процентов есть люди, которые делают это вот так. Ну, вот вы сказали о том, что главное в шутке – это рассмешить. Есть и другое мнение, что шутка может быть таким проводником смысла. Ну, Михаил Жванецкий, опять же, который шутит и который таким образом разговаривает с населением дежурной по стране. Вот все-таки для вас имеет значение смысл? Или все-таки главное – это просто, чтобы люди вот в этот конкретный момент рассмеялись и все? Или вы хотите что-то донести, как комик? Ну, безусловно, я что-то закапываю туда, внутрь своей комедии. Конечно же, это не просто сотрясание воздуха, да, и чтобы люди повеселились. Но во главе у глаз стоит смех. Ну, лично для меня. Я сейчас не говорю, что вся комедия должна быть такая. Нет, я говорю про себя. Мне главное, чтобы люди смеялись, чтобы они ушли от меня и повеселились. Если я туда что-то смог засунуть и что-то донести, какую-то свою мысль, позицию, да, которая что-то и в них изменит, или люди начнут как-то иначе смотреть на что-то, что, мне кажется, на сегодняшний день как-то искажено в голове, я буду только рад. Ну, в ваших стендапах очень много мата, обычно, как правило. Без мата вы не можете? Знаете, самое смешное, что в моих стендапах, когда я разговариваю с людьми, вы имеете в виду? Нет, именно непосредственно на выступлениях. Можете ли вы без использования, нецензирной лекции? Можете ли вы без мата это все делать? Ну, то есть, пока я не вижу смысла, зачем это можно убирать. Вот если я там сейчас на телеке сделаю стендап, концерт, он будет без мата, конечно, нельзя мат. То есть, тут все очень... Добавляешь его, знаете, когда... Можно же мясо просто пожарить, а можно туда добавить пропрованские травы. И, как бы, ну, это будет мясо с прованскими травами. То же самое здесь. Ну, вы считаете, что с матом просто, может быть, легче рассмешить людей? Это такой легкий путь? Ну, нет, я слышал очень много стендапов с матом, это было мерзко. Если мы посмотрим западных комиков, там все через факт, через... Везде он есть. Особенно на концертах живых. И везде этот факт присутствует. А это, как бы, ну, наш же мат. Ну, мат, может быть, в избытке? Вот вы когда-нибудь ощущали после выступления, что как-то переборщили, может быть, с матом? Да. Бывает, что переборщил. Бывает, что вот то, что надо. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Звоните нам, задавайте вопрос. Илья Соболев у нас сегодня на прямой связи. И у нас есть звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Как вы звоните? Добрый день, Александр. Да, Александр. Ну, хотелось бы поздравить Волтком с очередной удачей. Так сказать, вы пригласили выдающуюся личность. Ну, после Милонова, Бекетова. Это очередная удача, так сказать. Да, Александр, вопрос задавайте. Пожалуйста. Вопрос такой. Значит, вот видно, что человек из Москвы, так сказать, по оборотам речи. Вот как вы считаете? Вот вы говорите, что люди без, так сказать, башки, без ума, так сказать, в башке, без морального стержня. Такие вещи вообще употребляете. Я думаю, скажите, пожалуйста, когда вас закроют, я жду. Спасибо. Когда вас закроют? Когда вас закроют, да. Ну, а за что меня закрывать-то? Что я сказал? Где, 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 что там человек увидел, услышал? Ну, вам же приходится с хейтерами сталкиваться довольно часто, и с критикой, и с грубой, и не только с критикой, а с прямыми оскорблениями. Ну, это такой традиционный вопрос для публичных людей, потому что хейтеры – это уже такая неотъемлемая часть профессии. Вы баните, насколько я слышал, только тех людей, которые доходят до прямых оскорблений. Ну, да, то есть есть люди, которые, есть люди, которые просто оскорбляют, ну, ради, там, ради, просто чтобы оскорбить. Ну, мне кажется, это перебор. Вам когда-нибудь было жаль тех людей, над которыми вы стебались, ну, над которыми вы шутили жестко? Да, позитивно очень проходит. У меня, то есть на моей практике было всего пару человек, которые как-то отреагировали, ну, немножечко грубо, да, что ли, на то, что я делал. И оба раза это было не очень приятно в том плане, что они пытались прям реально, типа, там, разобраться в том, что же я там такого сказал, и они приняли это на свой счет. Вот, ну, мне кажется, что я рад, что у нас более, больше людей, значит, осознанных, знаете, таких, более, более понимающих, что такое юмор ходят на концерты. То есть это было два раза. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, у меня такой вопрос по поводу Ютуба. Вы согласны с мнением, что современный интернет, он зомбирует людей, делает их хуже, а не лучше? То есть планка постоянно понижается, и, в принципе, по степени зомбирования современный интернет, несмотря на кажущийся многообразие, он гораздо сильнее воздействует, чем телевизор. А ведь в телевизоре ты можешь просто переключиться, например, с вашего стендапа на программу Соловьева и наоборот. И не полезет никакое всплывающее окно тут же каждые три секунды. А в современном интернете это сделать невозможно. Если вы набрали какое-нибудь словосочетание, то вы потом будете в течение долгих месяцев получать все, что связано с этим словосочетанием. Да, спасибо вам. Ютуб как оружие информационное. Честно скажу, ну, то есть для меня лично не проблема в интернете, точно так же, как и в телевизоре, выбрать только тот контент, который я хочу. И в отличие от телевидения, я ни в чем не обвиняю телек и не защищаю интернет, но это совершенно две глобально одинаковые платформы. То есть просто наше телевидение, оно, ну, вот, как бы, вот содержит такой контент. И многие люди, думая, что, значит, они более сейчас свободны, сейчас свободное время, они просто хотят выбирать намного шире. Многие же смотрят Netflix, многие смотрят какие-то платные, значит, эти, платные серверы, на которых ты можешь так же выбирать, как в Ютубе. То есть смотришь это через телевидение, через телевизор. Поэтому мне ничего не всплывает каждые три секунды, и меня никто не зомбирует, я скажу честно. Наверное, если думать о том, что происходит зомбирование, то можно его увидеть абсолютно везде. Когда вижу рекламу лекарств, на меня смотрит счастливая женщина, и если старая. И если так думать в голове, два ага, это, наверное, реклама пенсионной реформы в данный момент меня, типа, капает. Ну, то есть если ты настроен на это, то ты всегда будешь это видеть везде. Поэтому просто не настраивайтесь на плохое. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Лариса. Да, Лариса. А у меня такой вопрос. Скажите, у вас есть какие-то вещи или убеждения, шутки, на тему которых могут лично вас обидеть? Спасибо. Спасибо. Ну, наверное, лично меня, чтобы шутки в мой адрес. Я слышал много в свой адрес шуток, очень, и смотря когда это и как происходит. То есть, знаете же, бывает, что... Бывают же разные ситуации, когда ты шутишь. Ну, то есть, бывает, что ты порой просто обижаешь, да, выдавая это за шутку. Ну, то есть, каких-то тем я, честно сказать, не могу, то есть, пока представить. Они, конечно же, есть. Знаете, есть, например, там... Бывают разные ситуации, ну, личные в жизни, да, там, например, там, что-то случилось. И странно, если на эту тему кто-то будет шутить, это будет, ну, это будет не смешно. Тут же тоже вопрос, смешно, не смешно. Ну, есть куча шуток про родителей, которые вызывают смех. А есть куча шуток про родителей, которые, как бы, его не вызывают. Вот и все это. Как ты шутишь? Можно шутить про все. Темы, шутки есть абсолютно на любую тему. Абсолютно. И они веселят. Вам приходилось смешить тогда, когда, ну, может быть, это пафосно прозвучит, но хочется плакать, то есть, как бы вкусно, а вам нужно выходить и смешить людей. Нет, слава богу. Никогда такого не было? Нет. Да, у нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, Олег. Да, Олег. У меня такой вопрос. Опустимся немножко ниже пояса, да. Значит, вам не кажется, что немножко поднадоело все, что ниже пояса? Может, немножко повыше поднимемся? Почему я так спрашиваю, да? Когда появились вот эти стендапы и комеди-клаб, да, было здесь все вроде как-то живенько. Вернее, живенько, живенько, да? Когда уже все время, так сказать, наступаешь на одно и то же дерьмо, да, ну, как-то уже скучно становится, понимаете? Да, спасибо вам. Да, Илья, как прокомментировать? То есть, я не понял вопроса. То есть, не кажется ли, что пора перейти выше пояса? Да, учитывая, что, как сказал радиослушатель, что это уже приелось несколько. Но это его мнение. Ну, на самом деле, ведь сейчас такое время, сейчас выбор есть. Ты можешь смотреть любой юмор и выше пояса, и выше головы даже, и вообще, и не про тело. Ну, то есть, сейчас такой выбор контента, ты можешь, ну, слушать и не про ниже пояса. То есть, если конкретно ко мне вопрос, не пора ли мне выше пояса, ну, наверное, где-то пора перейти выше. Но уйти точно оттуда я не то, что не хочу. Ну, то есть, как сказать-то, я не пропагандирую такую комедию, я не культивирую ее, знаете, там, в культуру, чтобы она была, стала каким-то таким, типа, весомым, да, и заметным явлением в нашей жизни. Просто я вот так вот шучу. Ну, то есть, когда я пойму, что я могу шутить про что-то большее и интересное, то я, конечно же, буду это делать. То есть, когда пойму, что это неинтересно, пока все вот так вот как-то перемешается. Есть ищетная тема, а есть и кошмар. Еще звонок у нас. Да, только что был, сорвался. Ну, вот, да, когда мы анонсируем наших гостей, как правило, нам приходят вопросы от слушателей, мы озвучим их в рамках программы. И вот Евгения пишет. Он, то есть вы, постоянно сливает импровизацию. У него невероятно узколобый юмор и низкопробные шутки. Но он, очевидно, уступает даже начинающим комикам. Не хочет ли Илья Соболя попробовать себя в другой профессии? Спрашивает она. Нет. А у вас материться можно уже? Нет. К сожалению, нет. У нас в эфире ругаться нельзя. Нужно искать какие-то другие слова. У каждого может свое быть мнение на любое творчество. Окей, вот у этой женщины или мужчины вот такое вот мнение. Окей. Значит, так она видит. Я не знаю, что для нее эталон импровизации. Я не говорю, что я гениально это делаю. Но, как бы, я это делаю, как умею. Это мой максимум. Я лучше не могу, извини. Сейчас мы сделаем перерыв на несколько минут. Потом вернемся и продолжим. Илья Соболев сегодня гость программы «Абонент доступен». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Абонент доступен». В студии работают Анна Смирнова. Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи российский комик Илья Соболев. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте, 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 здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните нам, если вы звоните из-за рубежа код плюс 371. Также пишите в WhatsApp 230-6191. Я когда готовилась к интервью с вами, поговорила с людьми, которые вас смотрят, и в частности в интернете. То есть те люди, которые смотрят вас в интернете, у них о вас, ну, может быть, не самое приятное мнение, учитывая, может быть, избыток мата и все прочее. Но те люди, которые были на вашем концерте, вживую видели вас, те довольно положительно отзывали. Считается, что вы мастер импровизации и что вы большой талант. Как вы думаете, как вы можете себе объяснить это разное восприятие вас в интернете и в жизни? Если вы с ним сталкивались, конечно. Я не знаю, то есть я лично, ну, какого-то негативного о себе мнения среди людей, которые смотрят меня в интернете, не слышал. Если они плохого мнения обо мне, что они меня смотрят-то, зачем? Значит, на концертах все здорово, все довольны, все рады, все хорошо. Потому что я этим занимаюсь давно, я же знаю, зачем я эти делаю концерты. Моя задача, чтобы люди были веселые, смешные, веселые, смеялись. И вот я эту задачу выполняю. Какими способами? Кому-то нравится мой способ, кому-то нет. С моих концертов всегда выходят бабки и еще одна категория людей. Но как бы это правда. То есть я часто видел, там, ребенок идет, рядом с ним какая-то, ну, бабушка, которая по какой-то причине попала ко мне. Естественно, ей это будет не нравиться. Она придет лучше, там, на концерт какого-нибудь, там, другого исполнителя, который будет ее шутить. Ей будет это хорошо. И вот эта женщина может сказать мне, что я ужасен. Ну, окей. Это ее мнение, это ее вкус. Ей нравятся, там, не знаю, там, котлеты. Такой форма, я, там, пику вот такой. Ну, дело вкуса вообще. Еще Дима Ланговой спрашивает. Илья, у вас нет ощущения, что ваша популярность связана с эффектом снежного кома? Мол, пару раз удачно пошутила, потом, что не говори, хоть некролог, читай, все будут смеяться. Так. Ну, вот он имеет в виду, что один раз, типа, что-то получилось. Ну, да, и вроде как дальше все пошло успешно. И сейчас, что не говори, вы будете... Ну, условно говоря, на этом же построен принцип всего. Ну, то есть, условно говоря, например, вот Жванецкий, что делает Жванецкий? Он сейчас, вот если бы Жванецкий сейчас появился, вы думаете, он был такой популярный? Я сомневаюсь сильно в этом. Вот если бы он сегодня появился, он было бы неинтересно сейчас абсолютно. То есть он что-то читает, какой-то дядь, какие-то мысли. Но когда-то однажды он появился, взорвал аудиторию, да, там, так скажем, удивительным образом шутил на острые темы, как никто этого не делал. Это и есть эффект кома. То есть сейчас до сих пор у него есть зрители, которые любят его по тем историям, по тем. Карцев тоже, когда еще он был живой, он же выступал, ну, до сих пор с миниатюрами. Но любили-то его по ракам, и любили-то его за его историей про другое. Поэтому это такая история, ну, ты полюбился, как будто у тебя есть аудитория. У кого-то она огромная, у кого-то она маленькая. Как поют песни группы «Мираж», она до сих пор выступает. Что, они сейчас что-то творят? Ну, нет. Они спели там свою песню, вот до сих пор ее любят и слушают. Ну, это, поэтому передайте ему большой привет. Ну, да, так и есть. А нет ли у вас страха стать заложником определенного образа? Потому что вот вы упомянули комиков, которые работали в советское время, ну, артистов разговорного жанра. Вот можно вспомнить такую классическую историю. Это Шурик из операции, который страдал, потому что его всегда, в чем бы он ни снялся, он играл серьезную драматическую роль, воспринимали Шуриком. Александр Демьянинг. Вот этот страх есть, может быть, у вас, как у артиста, остаться заложником? Даже не то, что страх, а это как бы реальность. То есть это ждет всех, кто не старается сами себя обогнать, перепрыгнуть и изменить. То есть я, поэтому, например, сейчас я там знаю, что я там это умею делать. Значит, надо что-то другое учиться. То есть я всегда в таком формате, в принципе, живу и занимаюсь творчеством. То есть когда-то я показывал, играл в КВМ. Когда-то мне было это весело. Потом я начал показывать миниатюры. После миниатюр я начал выступать сольно. После этого выступления сольно я начал импровизировать. После импровизации я начал стендап делать и импровизацию. Ну и так далее. То есть я в течение какого-то отрата времени, занимаясь одним, перехожу в другую фазу. Потому что я понимаю, что все надоест. Естественно, и мои письки-попки, которые сейчас у меня в шутках, они тоже когда-то поднадоедят. Поэтому я готовлюсь к тому, что надо переходить в другую историю. Конечно. Почему, на ваш взгляд, артисты-комики нередко используют свое альтер-эго для выступлений каких-то? Можем вспомнить и Барона Коина, и Евгения Машечкина, который говорил голосами животных, от лица животных. Как вам кажется, почему? Кому-то удобно за кем-то прятаться. Кому-то просто придумывает вот так вот. Просто придумка, которая в органику легла этого артиста. Но у вас нет альтер-эго, который вы могли бы реализовать в своих выступлениях? Ну, если бы было, я все равно это сделал. Потому что известный вопрос, который вам часто задают, Александр Лепет иногда же спрашивает, правда ли, что Илья Соболев играет дядю Витю? Нет, это неправда. Это совершенно другое. У вас не было желание прийти на программу «Дядя Витя», чтобы развеялись сомнения, чтобы вы вместе были в студии? Было я, был однажды на такой программе. Вместе с ним? Да. Тогда примем еще звонок. Да, примем еще звонок. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день. Да. А у меня вот такой чисто философский вопрос. Как вы относитесь к такому понятию, как растление личности? И вот, как бы, ваша душа когда-нибудь сопротивляется вот этому всему? Например, я, знаете, тоже могу сматюгнуться даже назло кому-то, да? Например, любимому зятю, хоть я его очень люблю и уважаю. Но, с другой стороны, вот мой отец прошел две войны. Это такая грязь, финская война, да? Да. И он никогда не матерился. Вот какая была... А юмор любил? Он ухахатывался, этот денщик этот, потом другой юмор, там разные привозили нам постановки. Он просто не мог сдержаться, но никогда не матерился. Вот какая-то у него была такая светлая душа. Да, спасибо вам. А вас вот задевает? У меня вопрос. Давайте. А вас вот, вы сам переступаетесь за эту моральную какую-то, она все-таки заложена, это природой, или там богом, или высшими силами, душа. Вас это беспокоит хоть чуть-чуть и все такое подобное. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Смотрите, я считаю, что вот мат, да, или там какие-то там плохие слова, которые там люди говорят, какие-то гадкие мысли, да, знаете, какие-то, знаете, вот есть там люди извращенцами, да, их называют, да, которые типа это делают, типа вот, и мы это замечаем. Но я убежден, что в каждом человеке, кто не матерится, кто матерится и так далее, внутри есть эти гадкие мысли, эти непри... Даже вот у тех, кто там прошел, вот как вы говорите, да, кто не матерился вообще, сто процентов это такой же человек, как мы, мы все абсолютно одинаковы. И если я матерюсь на сцене, а вы материтесь, например, дома, там, перед, там, на кого-то, пускай там со зла, или там, знаете, там, в шутку, мы ничем не отличаемся друг от друга, абсолютно. То есть каждый из нас может себе это позволить. Более того, в нас это есть. И когда я матерюсь, обсуждая, например, какую-то несправедливость, которая по мне так, да, существует в этом мире, я же это делаю тоже отчасти со злобой и идеевой эту историю. Я не матерюсь на прохожих, да, на пенсионеров, которые идут передо мной, не говорю им плохие слова, не на детей я не матерюсь. Но я делаю то же самое, что и делают все максимально святые люди, когда матерятся или как-то ругаются на какие-то вещи, которые их внутренне, там, они с ними не согласны. Поэтому есть же разные проявления, вот, знаете, и вот этих слов, и применения. Вот это все, если человек может себе позволить это сделать на сцене, высмеивая что-то очень ужасное, это, я считаю, неправильно. Ничего в этом страшного нет. Так же, как и материться на любимого зятя. Ничего страшного. Ну, то есть, вы в каком-то смысле обращаетесь к подсознанию, потому что один из известных психиатров, Реаля Резник-Мартов, он как-то сказал так, что наше подсознание – это наш персональный ад, потому что там спрятано все самое страшное, о чем мы даже, возможно, не догадываемся. Это ужас, что в каждом из нас. В вас. А как, извините, вы не познакомились, вот девушка, как вас зовут? Анна. Меня зовут. В Анне, я уверен, столько всего. Она такая милая, но это не означает внешняя вот эта вот красота. В Анне – это просто привет. Ну, это неплохо. Это так же, как и во мне. Так же, как и во нас троих. Есть вот эти все слова и все эти гадкие мысли, поэтому ничего в этом страшного нет. Ну, то есть, ну, говорю я так, окей, вы не говорите, ну, не знаете, что мы разные. То есть, вы видите насквозь, вы как человек рентген можете определить, что есть в персональном аду или аде каждого? Я всех вас людей знаю, и хороших, и плохих, они все, я же с ними общаюсь, я сотнями, тысячами вижу перед собой людей, и каждый из них через какой-то момент включает вот что-то в себе, что внутри он скрывал. Не ошибаюсь с людьми? Да не то, что ошибаюсь, конечно, я не вижу насквозь, я не вижу какие-то тонкости, но это базовые вещи. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Я еще повторюсь немножко. Понимаете, здесь очень простая вещь насчет мата, да? Вы публичный человек, вот в чем проблема общества, понимаете? Вы публичный человек, да? И вы не считаете это, в общем-то дело. А вот, например, у меня в семье вообще никто никогда ни одного слова не говорит мата, вообще никогда. Да просто культура. Да, спасибо вам, Олег, ну, такой, это мне не нравится. Это просто, что никто не говорит мата, ну, вы знаете эти слова? На улице, может, в семье не говорят, ну, там, выше куда-то, там говорят. Ну, по-разному. Я культурный человек, я не ношу это, я же это, я не говорю же людям, материтесь, я не говорю, используйте мац всюду. Да нет, конечно. Мы сейчас взяли отдельно мое творчество, отдельно в стендапе. То есть, да, у меня есть концерты, у меня есть выступления. На них я могу иногда ругаться. Иногда бывает перебор, я осознаю это. Иногда бывает в самый раз. Люди уходят довольные, посмеялись. Вот и все, я не говорю, что так нужно делать. Я сам себя осекаю, говорю, многовато. В следующий раз, когда я буду чуть-чуть умнее, я, наверное, буду меньше это говорить. Потому что я, когда стану такой образованный, как вы, я стараюсь это делать. Я, естественно, исключу мат. Потому что в тех людях, которыми я считаю для себя примерами в комедии, они матерятся редко. Но матерятся. Я не считаю, что они плохие. Хотя они вообще публичные, они мировые звезды. Ну, чувствуете ли вы ответственность за то, что делаете? Все-таки та популярность, которую вы имеете, она дает вам определенную силу. И многие люди то, что вы делаете, могут воспринимать как руководство к действию. Или как-то принимать это на себя. Я чувствую ответственность, конечно. Я стараюсь говорить вещи, темы, которые, сам считаю, бы круто услышать от кого-то. Но то, что я делаю, я делаю комедию. И если люди будут смотреть на меня и, значит, относиться к жизни легче, относиться к себе проще, относиться проще к шуткам о себе, этого нам не хватает, будут более самоироничны. Если это они воспримут от меня, то, значит, я пойму, что это люди увидели правильное, на что я намекаю в своих выступлениях. Если же они этого не увидят, а услышат только слово, там, какое-то матершинное, которое я вставил между строк, ну, им уже не помочь. То есть, если они видят это, они это видят не только от меня, они это видят везде, на улицах, значит, в литературе есть люди, которые занимаются в кино, мы это можем видеть в песнях. Но это же не то, о чем люди... Это же не основной посыл в песнях. Ну, то есть, группа Ленинград, вот, ее многие хаят, да, там, типа, что она, типа, плохая или хорошая. Но в песнях, где есть мат, например, у них иногда есть смысл. И они хотят лишь донести суть этой песни. Суть в этой песне не мат. Так же и у меня. Главное, это не матершинство. Кстати, о Ютубе как инструменте, потому что Юрий Дусь, известный российский интервьюер, который, в общем-то, начал свою карьеру в интернете именно с того, что интервьюировал рэперов, комиков, сейчас заметен в освещении таких серьезных тем. Вот он снял фильм «Колыма», который рассказывает о сталинских репрессиях. И вот это вот, как многие воспринимают, такая попытка разговора с молодежью. Потому что Дудь популярен в молодежной среде, и он таким образом может донести какую-то важную мысль до молодежной аудитории. Вы тоже очень популярны, в том числе и в молодежной среде. Ведь это такой мощный инструмент, чтобы говорить и на серьезные темы, как вы считаете? По проценту. То есть, в том, что я делаю на сцене, значит, я в своем материале, который я подготавливаю долго, у меня есть темы, которые, по идее, должны у людей вызвать какой-то внутренний резонанс. В том плане, что там не только про, не знаю, про измены, ну, условно говоря, не знаю, про наше предвзятное отношение к извращенцам, да. Кого-то мы запрещаем чьи-то песни, а кому-то мы разрешаем сидеть и управлять городами. Значит, про всякие реформы, там, у нас, которые происходят в России, там, с пенсиями связаны. Эти темы есть. И они, значит, и они присутствуют в моей комедии, они вот спрятаны за... Если я выйду и просто буду это говорить, поверьте мне, это будет неинтересно. Поэтому это мой язык общения с молодежью в том числе. Люди через это слышат что-то другое. У нас еще звонок есть. Если я найду форму, как Юра накроет форму, не друг с другом сидеть, а ехать и рассказывать, и он это удачно интегрировал в свой формат, в свою энергию, это круто. Если я найду что-то подобное, все с меня будут этим заниматься. Да, у нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Да, добрый день. Вовочка меня зовут. Да, Вовочка. Мы физический псевдоним здесь, да? Да, Вовочка, слушаем вас. Илья, вот не все слушал, вот хоть кто-то впрекся тут за вас, пока вы были или нет? Или все звонили и говорили, что ты шутишь ниже пояса? Да, да, всем не нравится, но я как бы, ну, все нормально, это их мнение и их позиция. Вовочка, вы готовы встать на защиту или что? Или у вас какой-то вопрос есть? Вститу не нравится, не смотрите, но у каждого есть свой посыл. Вот, допустим, я могу немножко проэкономировать тех же самых стендап-комиков, вот посмотрите Куди подкаст. Ну, смешно и познавательно, но реально круто. Да, а допустим, я даже в битву блогеров, где вот Илья вывели, ведущий, ну, просто шляпа, да, вот, ну, один писюн, вот, кругом писюн, шутки прописюн, у тебя маленькие, аха-ха-ха-ха-ха-ха, посмеялись. Ну, невыносимо, не смотрел, взял, переключил. Есть еще что-то вот, как Куди подкаст, и придете ли вы туда, Илья, позовут когда-нибудь вас? Спасибо. Да, спасибо. Если позовут, конечно, приду, мне нравится, я смотрю, да. Ну, то есть, пока еще не звали. Если что-то еще в мире юмора такого, что можно интересно посмотреть, конечно, это, ну, то есть, очень же много комиков. В России, видите, как только у нас... Почему у нас Куджик подкаст не мог появиться в телеке? А он появился. И благодаря, вот, интернету, в том числе. Там, моя комедия, она тоже не могла появиться в телеке, но она появилась благодаря интернету. И это не потому, что тут можно материться. Нет. Это потому, что здесь, как бы, вот такая свободная история. Ты можешь действительно выбирать. Если тебе не нравится, зачем ты кликаешь на мои стендапы, смотришь их, и потом с досадой бьешь по клавиатуре пальцами, пишешь, какой я косноязычный и низкий человек, что говорю такие похабные вещи. Ну, то есть, хотя сами эти люди позволяют себе пить, например, вечером, там, пиво в 6 вечера, и, типа, и для них это нормально. Ну, то есть, а для меня это ненормально. Ну, вот. Еще звонок у нас так только что был, сорвался. 6-7-2-12-93-9 и 6-7-2-13-93-9. Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, слушаем вас. Сорвался звонок у нас. Да, ну, вот вы упомянули пиво в 6 вечера. Насколько вам кажется актуальной сегодня в России проблема алкоголизма? Да, она везде, и во всех странах. Все пьют, вся молодежь Бухаев. Я был там в Амстердаме, они там так же пьют, пьют, пьют пиво. Где-то пьют вино. Ну, то есть, в Испании все пьют всегда вино. Ну, для меня это странно. Я после алкоголя не могу адекватно соображать. Ну, в плане, что я уже не для работы, я уже не для созидания, я уже для отдыха. Ну, то есть, для меня это ненормально, это моя такая. Ну, вы считаете, что это проблема сегодня? Среди молодежи, среди, может быть, людей постарше? Да, она везде есть, конечно. Это доступно, это кому-то нравится, то есть, большинству людей это нравится. Все же выпивают. Еще звонок у нас. Здравствуйте. В России. Да, здравствуйте, как вас зовут? Слушаем вас. Слушаем вас, говорите, пожалуйста. Так, звонок есть, голоса нет. Ну, вот уже время нашего эфира постепенно подходит к концу, и мне хотелось бы задать еще пару вопросов, таких, может быть, личных. Но вот у вас подрастают две дочери, какой вы папа? Ой, я знаете, я в последнее время так много очень всего, я везде езжу, я папа, который дома бывает не так часто, как хотелось бы, но сейчас я постараюсь это изменить все-таки. Папа должен быть рядом. То есть, вашим дочкам папы не хватает? Ну, хватает, наверное, но я бы хотел, чтобы его было больше. А то воспитание, которое было у вас, которое, как воспитывали вас ваши родители, вы проецируете как-то на своих детей сегодня? Ну, подсознательно, мы все немножко копируем своих родителей, конечно. Что-то я перенял наверняка, что-то хочу внести своего, но так как я не педагог, я не детский психолог, я, к сожалению, пользуюсь какими-то своими интуитивными моментами, так же, как и все наши родители пользовались ними, воспитывая нас. Поэтому ничего выдающегося я не делаю, я просто как чувствую, так и воспитываюсь. Ну, как обычно проводите время с дочками? Обычно мы стараемся играть, гулять, когда есть время. Вы их смешите? Ну, знаете, я на самом деле дома особо никого не смешу, я такой грустный клуб-клоун. Вот, кстати, история с дочерью Алсу, которая сейчас потрясла многих, это шоу «Голос», когда родители, во всяком случае есть такие предположения, еще ничего не доказано, но попытались воздействовать на голоса, чтобы дочь победила. Вот как вы считаете, как вы вообще оцениваете эту историю, и ради того, чтобы ваш ребенок, допустим, победил, готовы на какие-то подобные, предположительно подобные шаги? Я на самом деле как-то так, краем уха все это у меня прошло, это, видимо, такая богема больше обсуждала эти все, это их больше задело. Я слышал, кстати, зашел, послушал, как она поет, ну, как бы, может быть, и не очень классно, да, там, кто-то, может быть, лучше пел. Я, к сожалению, не знаю, не смотрю телевизор, потому что для меня, я же знаю это изнутри, и при возможности, при желании можно все сделать так, как вот ты хочешь. Поэтому, если это будет фальсификация, я в это поверю, если будет не фальсификация, я тоже в это поверю. С угровым удовольствием. Мне, честно сказать, вот этим это и не нравится. Мне не нравятся многие вещи, которые могут быть фейковыми. Я за трушную, честную историю и в интернете, в том чистое, в частности. Мне нравится, когда все это по-честному. Вот фейкл блогеров по-честному люди посмотрели, да, вот это было от начала до конца, и поэтому всем не понравилось. А если бы, например, это все было снято, отмонтировано, и с 20, там, часа 30 получилось бы 20 минут, то всем бы понравилось. И вот в этом, как бы, прикол телека. Ты, как бы, это, это, можно сделать шикарный продукт, можно сделать любые результаты, можно сделать любую картинку, и люди, посмотрев телек, видят и кайфанут. Ну вот еще вопрос в Ютуб. То же самое может быть, поэтому, но, как бы, я люблю труд такое, поэтому я выхожу перед людьми, я никогда специально не готовлюсь, я специально, значит, попадая в сложные ситуации, мой мозг начинает активнее работать, и я тем самым себя тренирую. Для меня вот это вот, настоящее. Поэтому там иногда бывает мат, извините. Вопрос в Ютуб, который к нам пришел, уже, наверное, в финале. И Ольга спрашивает у вас, Илья, чей Крым? Чей Крым? Вот, честно сказать, провокационные вопросы, которые... Мне все равно, чей. Я туда не езжу отдыхать, я в Испании люблю быть. Вот я бы в Испании себе купил дом, и там бы жил. И мне все равно, чей Крым вообще. Ну что ж, да, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен», российский комик Илья Соболев был гостем программы. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания, удачи вам. До свидания.